Друзья, сегодня мы с вами распакуем занимательный смартфон! Бюджетный! 18 тысяч! Для кого-то бюджетный, понимаю, 8 тысяч, но нет, ребята! Спасибо курсу, либо рублю, но сейчас уже бюджетный-то 18 тысяч! Вот, поэтому за 18 тысяч мы получаем флагманское железо! И чё ж там такого сэкономили? Poco X3 Pro У меня уже был ХЗ ПРО ХЗ ПРО что, сейчас мы будем тут смотреть, да? Обычный, NFC Здесь тоже есть NFC, все педали, но Здесь чем-то отличается, чем железом По материалу будем сейчас всё смотреть Значит, у нас версия Poco X3 Pro Phantom Black 6128 Есть версия, кстати, 8256, но я вот такую выцепил У меня нету, скажем так Мы будем именно говорить про версию, которая стоит как раз таки 18 тысяч рублей Как обычно, в Poco у нас всё жёлто-чёрное, кстати Вот Poco F1 был, а это Poco X3 Всё точно так же в жёлтой упаковке, как и здесь Такс! Здесь у нас наверняка все педали и чехол Дааа, куча наклеек у нас, вон Poco 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 Rosso Rosso, да? Такс, и у нас чехольчик Чехол, как всегда, будет у нас контрацептив На первое время сойдёт, ну такой плотненький Но, мне кажется, все будут его менять Напиши, кстати, в коммент к штате Ты меняешь такие чехлы, или всё-таки ты остаёшься вот с таким? Такс, ну и вот он сам у нас смартфончик Ну, такой же бегемот, как и прошлый Ничем не отличается Poco X3 Pro Здесь у нас тот самый Snapdragon 860 У меня в Poco F3 там 870 Здесь чуть пониже, да? 7-нанометровый, там Octa-Core, все дела До 3, почти что ГГц 120 Гц у нас обновление, частота экрана И у нас 6.67 Full HD+, но это IPS-ка, ребята Это не AMOLED Мне больше нравится AMOLED, как это было в девятке Mi 9T Как это вот сейчас у меня в F3, да? Покофоне или Poco, как его правильно называть Но здесь всё Gorilla Glass 6 в F3 5 Опять же, у нас UFS 3.1, быстрая А вот посмотрим, какая у нас память Потому что если не LPDDR 5 будет, конечно же, попросаженней Но зато есть аккумулятор 5.160, это хорошо Liquid Cooling, у нас жидкостное охлаждение, все дела Бамс, ну красивый, да Поинтересней, чем будет такой, синий был у меня, да? А, такой красавец! Ну, визуально вы хрен отличите его от обычного Poco X3 NFC Та же самая большая шляпа у нас вот здесь из камер, да? И всё тот же самый пластик, который малость гуляет Он прям гуляет, ребят! Не стекло, пластик! Вот на этом уже идёт экономия Ладно, включаем, смотрим У нас опять же так же сделана решётка, значит, отверстие под динамик Здесь же у нас будет стереофоническая, я уверен, они не будут его убирать отсюда Оставили джека, оставили USB Type-C, микрофон, все дела Лоток Лоток у нас... Сколько не вылази А, комбинированный То есть, симка-симка, флешка не получится Либо симка-флешка, либо симка-симка Ну, хорошо, что можно Потому что у меня в Poco F3 нет вообще То есть, там только две сим-карты Окей, MIUI 12, все педали Ну, сейчас мы его настраиваем Смотрим, да И я его, естественно, пойду сейчас уже пофотографирую Посмотрю камеры Может быть, там камеры бафнули или ещё что, да Посмотрю, как он идёт, значит, в игрушках Посмотрим троттлинг-тесты Мы устроим, сравним с тем же самым Poco F3, да Кстати, глазок вы видите, какой большой в Poco X3 Pro И вокруг него есть ореол Видите ореол? Вокруг этой точки А теперь посмотрите вокруг точки на Poco F3 Есть? Нет! Там нет ореола! Вот и всё То есть, вот этим, как бы, мне не нравится IPS-матрица Вот именно конкретно с этими дырками Ладно Кстати, некоторые написали А чё ты не отметил дырки? Да потому что уже всё Ушла эра безрамочных смартфонов Все теперь с дырками А поменял его Mi 9T Потому что он мощнее В разы мощнее и удобнее И всё, охрененный И не пачкается О, смотрите Я вот с ним уже хожу который день И ничего с ним Я его в чехол принципиально не буду облачать Потому что он кайфовый и вот так Не ляпается В руке сидит классно Матовое стекло Всё зашибенно И очень шустрый Мне нравится он Такс, вот я его сейчас настроил И, ребят, у меня сейчас пока никакого удивления нет В том плане, что Я же уже распаковывал Poco F3 И он визуально то же самое То есть я сейчас выставил и 120 Гц Всё это здесь есть По яркости дисплея Окей, судите сами То есть вот здесь у нас Poco X3 Pro Здесь у нас Poco F3 Ну давайте перейдём в настроечки и посмотрим Ну вот смотрите По оттенку Вот этот более синий-пурпурный Здесь всё-таки цвет побелее Как мне кажется Не знаю Более скажем так В AMOLED натуральный Опять же вы видите дырку Она здесь меньше Здесь она больше То есть она осталась такой же Мне вот больше по аккуратности нравится всё-таки F3 Этот, видите, я уже сколько дней ещё раз повторяюсь Юзы, да, ничего с ним не произошло Этот вот я только распаковал Он заляпывается Ну откровенно То есть это пластик, это не стекло И, ну ладно, шут бы с ним 200 баксов, да, то есть чё я хочу Самое важное мне сейчас его Загрузить различными игрушками Проверить его на троттлинг-тест Все дела и посмотреть камеры Может быть, вот в этом они не проволынились Потому что вот этот я когда распаковал Я вам сказал, что здесь камеры Не хватает звёзд неба Они обычные, есть и есть Типа того, да? То есть сносные Но здесь мне понравилась производительность И здесь мне понравилась, ну я не знаю Экран, то есть насколько классный Все шустро Эти вот 120 Гц они реально ощущаются И да, давайте мы с вами проверим Сразу же отпечаток пальца сравним даже Идентичный Вот вообще там, если миллисекунда какая-то Ну и то, мне кажется, нет То есть хороший, хороший датчик отпечатка пальца Без дураков Но здесь IPS-ка И меня раздражает вот эта вот фигня Вокруг вот этой точки Ну я имею ввиду затемнение И опять же, я когда сидел сейчас Смотрел на белом свете, да Вот здесь снизу я вижу все равно Небольшие темные засветы Как это было в Poco F1 Мне кажется, вот именно на IPS-матрице здесь сэкономили Потому что под углами, когда ты смотришь Здесь видно прям по канту идет малое затемнение И опять же засветы, скажем так С разных сторон здесь больше, да То есть экономили, экономили То есть на пластике Сейчас мы еще, конечно, послушаем звук и все тому подобное Ну, собственно, сейчас я его настраиваю Тусую с ним там день второй Я смотрю камеры Мы смотрим игры И я уже возвращаюсь через некоторое время Уже, скажем так, сложившимся мнением Об этом смартфоне Ну, как обычно, монтаж Так Погоняли Посмотрели И делюсь своим опытом Короче Ребят 860-й дракон, конечно Хороший Я не говорю, что вообще Вот этот ролик Вообще не воспринимайте Как то, что я хейчу Или там подобное За свои бабки Это очень даже приятственный аппаратик Но есть, конечно, к нему вопросы Относительно 860-го дракона Вот я Прогнал Мне, кстати, писали Делай, типа, в 100 трецов Ну, в смысле ЦПУ, да Троттлинг тест Вот, в смысле Нам беру стритс, да Сотку И выставляй там На 30 минут, да Выставил Сейчас я вам покажу показатели Я что вам сейчас покажу Короче, блин Очень интересно себя повел Поко X3 Pro Вот он слева Справа у нас F3, да Посмотрите, какой здесь просто график То есть минимальная 134 Максимальная 268, да В Поко F3 Картина несколько другая Здесь максимальная 343 Минимальная 228, да 228, половину просим Смотрите, какой график То есть он сначала пер-пер Потом херак провалился И пошел вот такую красную расческу рисовать Это тоже очень интересно повел себя Посмотрите, сначала все окей Потом расческа И бах, он здесь уже провалился у нас, значит, на минимальную Чё-то там отдуплился И опять пошел опять наверх Как это произошло, хрен его знает Ну, в общем, естественно 870-ый Более, скажем так, производительный Просто показался Но, ребята В игры я вот начал рубиться Как я уже говорил в предыдущем Значит, обзоре, скажем так На F3 Начинаешь рубиться в тот же Genshin Impact В игрушке начинает После того, когда он начинает чуть-чуть нагреваться Проседает яркость экрана У этого ничего не просело Вот вообще, абсолютно Я сидел час с гаком Думал, да ладно, не может быть! Не может быть, не может быть Как в том анекдоте Но это действительно так Но проц, еще раз повторяюсь То есть у процца вот такая вот картина Что-нибудь, если вам об этом скажет Он скользкий еще Да, можете посмотреть Ну, в общем, вот так Да, это было все тоже проведено То есть на... Сейчас я зайду Вот, Numero Street Сотка 30 Да, то есть как просили, так и сделал Лады Опять же в тот же Genshin Impact Я поигрался, вы знаете? Вот есть небольшие подергивания Ну, они есть, естественно То есть, в принципе, в CPU Вот этом троттлинг-тесте Там графическое ядро, по-моему, даже не цепляется То есть, когда ты заходишь в игрушки Играбельно! Прям серьезно играбельно! Причем я выставлял на максы То есть давайте я сейчас А, ну, блин, ну опять прогрузить надо, да, Genshin? Ну, сейчас он загрузится, я вам покажу Так, то есть, вот у нас что по настройкам Бамс! Так, графика Я сказал, графика Вот, то есть максимальное выставляю вот здесь, вот, да? И выставляю 60, значит, FPS Все педали, да? То есть посмотрите Мягенько все, то есть, окей Есть небольшие подергивания, но В принципе, играть можно Видите, да? Подергивания есть Но не выставляйте максималку И все будет окей То есть Играться можно Но, опять же говорю Я вставлю на максимум Чтобы посмотреть Что с ним происходит И как он греется, да? И Все же Все же, конечно Относительно экрана Но давайте я вам еще раз повторюсь То есть Может быть, я думаю сначала Это мое мнение, скажем так Первое, как только распаковал Ну, нет, ребят И здесь, и здесь максимальная яркость Ну, посмотрите, насколько он Совершенно другой экран То есть, серьезно Ну, блин Я не знаю Это видно на камере, нет? Просто, что при монтаже Вот этот темнее, да? И оттенок у него не такой Натуральный, как вот у этого Серьезно То есть Казалось бы Все говорят, что IPS-ка более правильная IPS-ка вот более такая Натуральная Вся фигня А вот типа Амолит слишком кислот И здесь же получается так Что У меня Такое личное ощущение Что на IPS-ке Здесь сэкономили То есть Невозможно, чтобы В 200 баксов Да, сейчас он по скидке Может он дальше будет дороже Уместить Проц Проц Причем Неплохой Говорю, что Ну, для игрушек он подойдет Ну, то есть Я просто не понимаю Почему он так себя ведет? Потому что Вот прям 870-ый Аккурат Прям хорошо Вот он мне нравится Серьезно То есть Если бы Мне спрашивали Что из этого Я бы лучше 100 баксов Докинул И взял вот это Но Мы сейчас касаемся Именно вот этого Смарта То есть Здесь, конечно же Сэкономили на То, что здесь Пластик И вот еще один момент Смотрите Вот здесь по краям Матовый пластик Вот эта глянцевая штука Лучше бы было бы Если бы все было Вот таким матовым Пластиком И это было бы Намного эстетичнее Чем вот эти все ляпки Повторяю еще раз Посмотрите на Поко F3 Вы не видите Знаете почему Ну, может быть Под каким-то углом Есть, да Нет, не видно вообще То есть Ничего не происходит Видите Вот-вот Вот это круто То есть Это унифицировано Больше Чем вот здесь Я сейчас вот Поляпаю И вы увидите То, что он ляпается Это откровенно видно Это глянец Мне кажется Скорее всего Дальше пойдет уже Тенденция к матовым Скажем так Вещам Что я и собственно Ванговал Когда я распаковывал Да Здесь В отличие от F Здесь все-таки Стоит LPDDR4X То есть Это Не пятерка Естественно Память здесь попроще Знаете В этом Тоже сэкономили Опять же Здесь поддержка Шестого Wi-Fi А здесь Ее поддержки Нет Здесь опять-таки Bluetooth 5.0 На этом Тоже Экономили Казалось бы Можно было И 5.1 5.2 Воткнуть Но нет То есть Вот на таких Вот мелочах Это все Было Сэкономлено Мне кажется Вот здесь В основном В основном Все было сделано так Сэкономим На пластике А камеры Камеры стоям Вы еще камеры Не посмотрели Давайте вот сейчас Я приложу Все фото То есть Там будет Ширик Обычный Телевик Видео покажу В разной Скажем так Да 60 кадров Full HD И 4 кадра И вы посмотрите Как тут себя ведет Камера Потому что Почему-то Может быть Конкретно У меня Глюк Может быть Он еще сырой И будет Обновляться Хотя до последней Обновил При Full HD 60 кадров 1080 Очень плохо Себя ведет Фокус То есть Автофокус На 4К Отлично Давайте Посмотрим И вернемся Обрат Так Это у нас 60 кадров В секунду Автофокус Автофокус Ну как-то Братан Пожалуйста Короче Что-то С автофокусом Он теряется Алло Ну не знаю Посмотрим Сейчас как В 4К Будет Вообще Трындец Алло Во Это у нас 4К 30 кадров В секунду Давайте Посмотрим Как у нас Автофокус Здесь работает Почему-то В 4К Автоматом Срабатывает Посмотрите Вот Чик 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 Может быть Программно Допилитно Вы сами Видите Что в 4К Он фокусируется Отлично А в 10.8.60 кадров Никак Такие дела Так Братцы Сейчас Идет Запись Сейчас Я окно Закрою Сейчас Идет Запись 10.80 60 кадров В секунду Я за рулем Оператор Как всегда Дудочки Вот Сейчас Мы двигаемся По дороге Вот Собственно Сейчас Резкий Поворот Разворот Переворот И ударился Брусьями Оборот Вот Собственно Говоря Вот сейчас Идет Стабилизация Это идет В 10.80 60 кадров Стабилизация Звук В машине Пишется Вы слышите Все Спасибо А это Уже 4К 30 кадров В секунду Вот Собственно Мы сейчас На кочечку Наехали Опять же Звук Зацените Погода Правда Сегодня Пасмурная Но В принципе Я так Смотрю Боковым Зрением Вроде Бо Неплохо Передает Облачка Тучки Скажем Так Все эти моменты Будем сейчас Фиксировать Чтобы вы понимали По машине Меня конкретно Мотуляет Вот так Все Ну-ка резко Остановись Вот так Так вот За 18 тысяч Он хорош Безусловно Хорош Но минусы У него есть Это естественно Пластик Это как я считаю Камеры Потому что Ну что-то Здесь они Напортачили Серьезно Это Экран Не знаю IPS Мне кажется Было Сэкономлено Здесь что-то И Опять-таки Троттлинг Тест Вы сами Видели Это все Троттлинг То есть Я могу Его Рекомендовать За 18 тысяч Но я почему-то Когда я распаковывал Вот этот Вот смартфон Точнее Даже не распаковывал Мне его так Вот усанули Нераспакованным Вот реклама И что-то там Я вот здесь Даже не буду Хотя я вам Скажу Своё мнение Я бы Его за 18 тысяч Брал Обязательно Никто вам Такую начинку Не даст За 18 штук Ну ладно То есть У вас есть Свои головы Я вам Своё мнение Сказал А то Опять начнут Что Ой Наверное Тебе там Денег Ищут Что-то Там Это бесит Уже Порой Смотрю Думаю А мозгов У тебе Не заплатили Когда у тебя Их раздавали Нет Лучше б ты Заплатил Ну ты Ладно Фиг бы С вами Кто так Думает Я имею Ввиду Все Кто Понимают Внимающие Люди Прекрасно Меня услышали Что я хочу Донести Да И стоящий Это аппарат Да Он стоящий Начинка Хорошая NFC Есть Камеры Сносные Опять же Как я и говорил Здесь То есть Я говорю Что и здесь И здесь Они не хватает Звезд Но они Окейные За 18 Поиграться Да без проблем Единственное Я же говорю Что Вот это Только С троттлингом В остальном Если тебе Все остальное Устраивает Да То есть Вот это Вот Скажем Звук Да Чтобы Не было Скажем Так А вот Ты не Сказал Звук Про Там Три буквы Поменялись NFC На Про Скажу Так Вот Если Выбирая Конечно Из этих Вот Этот Все-таки Потоньше Элегантней Здесь Он Более Эстетичный Если У вас Доведется Попробуйте Посмотреть Поддержать В руках Вы Сразу Поймете О чем Я Говорю Сразу Что А Еще Вибро Вибро Здесь Вибро Подтянули Молодцы Хорошая Но Все равно Не такое Как В F3 То есть Рядышком Рядышком Молодцы Сделали Уже Такой Аккуратненько Цинцанцун Все дела Но Все-таки В F3 Мне больше Нравится Советую ли я Эту трубку Да Безусловно Во-первых Вы Если Даже Она Вам Не зайдет А это Xiaomi Вы сможете Ее Спокойно Пойти На Нужна камера И Вам Экран Скажем так AMOLED Не нужен Нужна IPS Это Ваш Выбор По-любому Однозначно Ну Конечно Напиши Что там Реклама Идите Еще Отсосите Ладно В общем Выбор Мой По-любому За 18 Тысяч Ничего Лучше За 200 То есть Баксов Ты Не найдешь К сожалению 200 Баксов Представляешь Если бы Бакс Оставался 60 Рублей Он бы Стоил 12 Тысяч Как Что думаешь ты относительно данного смартфона Пиши в коментах Под этим видео ПАКА Слушай, а чё тебе не нравится-то, а? Ну ты такой, ааа Тут такой игра Тут такая камера Тут такая пластиковая И всё Ну ты-ка, вот А чё, хороший? А я даже и не искал Чуть-то не крискал Всё, отстань А капец Ты знаешь чё, да, что-то отказаться Зачем? Не надо, не так Да? Чё ты хочешь? Загаживайся тебя За 15 Горь, за 15 тебе его с руками и ногами заберут Нифига себе Нифига себе Загаживайся, да С руками и ногами Задница ты, задная тема ЗАХРАНИЕ СТЕГОРО ЗАХРАНИЕ СТЕГОРО ЗАХРАНИЕ СТЕГОРО Субтитры создавал DimaTorzok